Здравствуйте, друзья! Я Бахтина Елена, и я переводчик с языка человеческого тела на человеческий язык. Сейчас очень много вопросов по аллергии. И я поговорила с некоторым количеством организмов, какой у них ключевой посыл, ключевой механизм развития этой аллергии. Потому что аллергии разные виды, мы все очень разные, и можно представить себе любую болезнь, в том числе и аллергию, как какой-то такой вот пазл. И у каждого человека есть какой-то основной пазл, основная причина, но есть и вспомогательный. Так вот, данный конкретный организм, вот рассказываю, что он мне сказал. Ну, говорит, у нас несколько причин. Во-первых, наша хозяйка грязнули невероятные, она имеет очень плохо работающий кишечник, какает через день, примерно так. Она не знает, как кормить печень, любая аллергия – это проблема печени. Так вот, она дает такое маленькое количество мембранопротекторов, это лицетин и омега-3, что нам просто стыдно. Нам не из чего делать мембраны, это все равно, что мы ходим без одежды. Но основной механизм у этой нашей хозяйки – это обезвоживание. Потому что когда клетки понимают, что очень мало доступной воды, они вызывают тучные клетки на разговор. А тучные клетки – это те клетки, которые умеют выделить гистамин. Тучные клетки выделяют гистамин, расширяются кровеносные сосуды, это выглядит как аллергия. Но в этом месте, там где покраснение, отек, чешется, там достаточно много воды. И клетки начинают с ведрами бегать и в этих лужах набирать воду и делать какой-то запас. Вот такая вот вещь. Да, девочка, с которой я говорила, она любит кофе, она любит чай, она пьет алкоголь, она пьет сладкие напитки, кока-колу или пепси-колу. Но она совершенно не пьет чистую водичку. Но бывают, встречаются организмы, в которых засили условно-патогенных микробов. Грибочки расплодились, потому что девочка сладкоежка. Она очень любит всякие там конфеты, пирожные, выпечку и так далее. Она так много ест углеводов, что в межкопечных пространствах грибы рода кандида решили, что это их родина. Плодятся, размножаются, устраивают всяческие игры олимпийские и думают, что это их территория. Представляете, это тоже провоцирует на самом деле аллергические заболевания. А встречаются организмы, у которых синдром дырявой кишки. То есть, это люди, которые очень плохо переваривают пищу, очень плохо перестраивают желудочный и кишечный тракт. Встречаются люди, которые страдают аллергией просто потому, что у них дисбиоз. В кишечнике победили не наши. То есть, сколько людей, столько и различных пазлов, превалирующих причин. Поэтому, друзья, я создала систему, называется Система Старости Нет. И я учла все основные механизмы, потому что я тоже в прошлом аллергик. Я могу вам рассказать, как каждая ступенечка системы Старости Нет, которая занимает у вас 21 день и дает вам очень ценный навык здорового человека, может решить вашу проблему, в том числе и по аллергии. 12 ступеней, 12 различных подходов, в том числе к вопросу аллергии. Но и не только. Люди, которые проходят систему Старости Нет, от нулевой ступенечки до 12 ступени могут преподавать искусство по управлению собственным телом. Выглядит хорошо. Сбрасывает 15 лет биологического возраста и имеет идеальное весо-растовое соотношение. И, конечно же, отсутствие всяческих болячек. Просто присоединяйтесь. Ссылка на систему Старости Нет сразу под этим видео.